У нас здесь с вами на CocoaHeads три человека из Яндекса, кто активно принимал участие в разработке, релизе, open-source, написании статей и прочим-прочим вещам по DivKit. DivKit – это новый фреймворк для server-driven UI. Если вы не знаете, что такое, ничего страшного, вам сейчас все объяснят и покажут, и продемонстрируют. В общем, я просто хотел сказать, что это круто, что такие проекты появляются, круто, что вы его за-open-сурсили, и я считаю важным такие вещи освещать в сообществе разработчиков, собственно, почему мы здесь с вами и собрались. Формат будет такой. Сначала ребята покажут короткую презентацию с историей проекта, потом Ольга как раз сможет сверстать экран в лайве, а вы можете задавать вопросы по ходу этого действия про те вещи, которые вас интересуют, и ребята ответят. Вот такой формат. Ребят, представьтесь, пожалуйста, тогда, и можем начинать. Да, всем привет. Мы, собственно, все из Яндекса. Я Ольга, я сетер Дивкита, а Саша и Паша – наши ведущие разработчики на iOS. Саша стоял прямо у самых-самых истоков разработки iOS Дивкита. Что такое Дивкит? Это фреймворк для server-driven UI. Server-driven UI – это когда мы присылаем верстку сервера и рендерим ее в нативе. То есть каким-то образом доставляем изменения без релиза клиента. Мы состоим, соответственно, это у нас не одна библиотека, а целый набор. У нас клиентские есть для Android, iOS и Web, и также есть серверные DSL, чтобы, собственно, верстать эту верстку, не писать дежессонщики руками. И сейчас вот ребята про это поподробнее расскажут. Что, погнали? Паша, давай призом. Спасибо. Всем привет. Так, спутсладчик, Паша. Так, ладно, пусть… Алло. Меня зовут Саша. Как уже упомянула Оля, я стоял у истоков появления Дивкита, поэтому я начну. Давай следующий слайд. Спасибо. О том, собственно, как все начиналось. Естественно, мы не проснулись в один день с какой-то прекрасной мыслью, что нам нужен серый древний UI. У нас было такое приложение, первые два скриншота – это его история развития первые пару лет. И главный его экран состоял из такой ленты фида с карточками. И эти карточки мы изначально писали in good.way, на UI-ките, фреймы рассчитывали, add subview и так далее. Естественно, это было не супербыстро, и нас не очень устраивало время, которое проходило с момента, когда у нас был заказ на карточку и до момента, когда она доезжала до пользователя. Плюс масло в огонь подлил случай с карточкой ЧМФХ, которая у нас справа тут отображена. Там на продуктовой стороне долго решали, будем ли мы ее делать. Когда уже решили, сроки очень сильно поджимали, и нам очень с большим трудом удалось успеть ее выкатить. Кстати, нас смотрят некоторые свидетели тех событий. Всем привет. Вот. И как раз, если память не изменяет после этого случая, наш тогдашний руководитель Леон Ремишанин достал туз из рукава, у него, оказывается, уже к тому времени была идея того, что называется сейчас... Как называется? Давай следующий слайд. Декларативный UI. Вот. Выглядело это примерно так. То есть, оно позволяло просто, как в SwiftUI, все сильно компактненько описать. И тут Паша слишком быстро, конечно, открыл следующий слайд. Но в сравнении с SwiftUI, на SwiftUI, конечно, все гораздо более компактно, но структура примерно такая же. Вот так получается, что мы идею Андрея тогда поддержали и начали это развивать. И дальше, естественно, возникла мысль это все перевести на сервер, чтобы нам прислали JSON-чики, мы его перегоняли в нашу эту верстку. И так вот появился DevKit. Дальше я передаю слово Паше. Он расскажет про то, из чего он состоит. Да, всем привет. Меня зовут Паша. Давайте вкратце вам расскажу вообще, что такое DevKit, зачем он нужен. DevKit — это библиотека для создания сервера-дривен UI, как сейчас это принято называть. Вообще, что такое сервер-дривен UI, зачем он нужен? Это такая концепция, которая подразумевает, что мы формируем какое-то описание верстки в виде данных. Ну, в случае DevKit — это JSON, составленный по определенной схеме. А потом на клиенте из этих данных автоматически формируется UI пользовательский. Зачем вообще все это нужно? Во-первых, ну, есть вот несколько таких сильных преимуществ по сравнению со стандартными подходами. Во-первых, мы можем менять внешний вид приложения, добавлять какие-то новые экраны, новые карточки без перевыпуска самого приложения. То есть нам не нужно вот этот весь релизный цикл делать, выкладывать в App Store, чтобы пользователи там обновлялись. Все это очень долго до них доезжало, а можем просто на сервере подсунуть новые данные, и пользователь увидит какую-то новую фичу или там меняется у него внешний вид приложения. Вот. Во-вторых, DevKit — это кросс-платформенная библиотека, и таким образом мы можем один раз сделать верстку и использовать ее сразу на нескольких платформах. Вот. Сейчас мы поддерживаем iOS, Android и Web. Как все это примерно выглядит? Вот слева тут можно увидеть JSON, который превращается вот в то, что видно на экране справа. Я, наверное, не буду сильно тут останавливаться на этом, потому что в следующей секции Оля нам более подробно покажет, как все это кодируется. Из чего состоит DevKit? DevKit — это не какая-то вот единая монолитная штука, он состоит из кусочков, и давайте вообще проследим, что происходит с данными, прежде чем они преобразуются в какой-то UI. Во-первых, есть так называемый JSON-билдер — это модули DevKit, которые позволяют удобно писать бизнес-логику, которую бы формировал JSON по схеме DevKit. В зависимости от того, что там у вас на сервере, у нас есть несколько разных реализаций вот этих JSON-билдеров. Есть реализация на TypeScript, на Kotlin, и вот сейчас на Python скоро зарелизится первая версия. Еще вот оговорюсь, один момент такой, несмотря на то, что мы говорим всегда о серверах Driven UI, на самом деле DevKit, он не предполагает, что обязательно должен быть какой-то сервер. То есть неважно, откуда вы получаете JSON, не обязательно он приходит с сервера, вы можете просто взять какие-то файлики, зашить их в приложение и пользоваться DevKit'ом вообще не имея никакого сервера. Вот, значит, сформировали мы при помощи JSON-билдеров данные, получили их каким-то образом на клиенте. На клиенте мы их преобразуем в DivData. DivData — это, мы так называем, модель, которая строится по JSON. При парсинге JSON мы проводим валидацию, применение шаблонов, в общем, всякие такие штуки, получаем модель. Дальше эта модель преобразуется в модель LayoutKit'а. LayoutKit — это вот то, что Саша рассказывал до этого. Такая библиотека, которая использовалась у нас в Яндексе еще до того, как появился DivKit, для того, чтобы легко и удобно лояутить вьюшки на iOS. И, собственно, вот потом эти модельки лояутки превращаются во вьюшки UIKit'а. Дальше я передаю слово Оле. Мы намеренно сделали такое очень короткое вступление. Не хотели устраивать длинное повествование, потому что основной частью у нас будет лайфкодинг, где вы сами увидите вообще, как создаются вьюшки на DivKit'е. И параллельно будем отвечать на ваши вопросы, задавайте. Да, спасибо большое. Отпусти мне экран. Итак, как уже сказала Паша, я сейчас буду верстать на DivKit'е. Буду верстать вот такой вот экранчик. Это экран профиля в нашем приложении Яндекс. Вот так вот выглядит. Я буду использовать Playground на вебе, который у нас сделан. Можно на него перейти через сайта DivKit Tech, попробовать, и открывается вот сразу такой вот у нас Playground. Еще у нас состоит верстка. Верстка состоит из двух главных частей. Это шаблоны в разделе Templates, и карт — это данные. В Templates мы добавляем какие-то вещи, чтобы их можно было переиспользовать и не плодить описание одних стержневных элементов в JSON несколько раз. Базовый элемент у нас — это картинки и текстовые элементы. Они уже вместе объединяются с помощью контейнеров в линейные или какие-то более сложные структуры. У нас есть вертикальный, горизонтальный или оверлап-контейнер. Дальше уже в виде соверски. Это более сложные элементы. У нас есть слайдеры, галереи, табы и все такое прочее. Но это уже какие-то конкретные вещи. Сейчас я начну перестать карточку потихонечку. Периодически буду останавливать ребят и рассказывать, подсвечивать какие-то моменты. Но в целом, чтобы вы не заскучали, смотря как я кодил, ребята вас развлекут беседой. Пройдем. Давайте начнем задавать вопросы. Первый вопрос из чата. Веб-плейграунде рендерится через HTML-ксс? Или как это работает на веб-плейграунде? Давайте я отвечу на этот вопрос. В веб-плейграунде используются divkit для веба. Вот, собственно, то, что результат работы, это то, что справа там видно, это divkit для веба. Также к плейграунду можно подключиться через приложение на Android, на iOS и смотреть, как та же самая верстка будет уже на мобильном устройстве выглядеть. Еще один вопрос из чата. Как Apple, ну и, соответственно, Google, относятся к такому подходу? Устраивает ли их то, что у вас там может что-то поменяться в релизной сборке, не натыкаясь ли вы на какие-то проблемы, связанные с этим? Давайте я отвечу. Мы не сталкивались с проблемами по этому поводу, но, строго говоря, это к таким технологиям, типа React Native и других, не относятся напрямую, потому что, в принципе, то же самое можно сделать и в нативной UI. Ты можешь скрыть через флажочек серверный UI на этапе ревью и потом его поменять. Там в правилах не запрещено менять ничего сервера в случае, если это не меняет изначальный смысл UI. То есть, если ты там поменял какой-то контент, но он при этом, по сути, остался того же рода, то это не запрещено. Окей, вопрос из Q&A. А как реализованы переходы действия нажатием элемента? Они тоже как-то в JSON декларируются? Да, они в JSON через URL кодируются. Ну, да, у нас есть несколько вариантов вот всякой интерактивности. То есть, у нас есть блоки, которые умеют менять состояние, и вот можно при помощи вот этих углов, которые вызываются при нажатии на элементы, переключать состояние. Есть вычисляемые выражения, которые тоже можно триггерить при помощи нажатий. Ну, и можно вешать какие-то обработчики, которые уже будут выполняться на уровне приложения хоста, то есть снаружи, где в Китае. Давайте повторим, потому что не до конца понятно. Все-таки Владимир спрашивает, это рисуется нативный UI на клиенте, или это WebKit и WebView? Это нативный UI полностью. Окей, еще вопрос. Из чата, насколько это open source? Насколько это можно использовать в своих коммерческих приложениях? Будете ли вы приходить и требовать что-то с людей? Или это чисто open source? Ну, это open source, все бесплатно, там есть лицензия, которая на GitHub лежит, если вы с ней согласны, то используйте, конечно же. Я так понимаю, еще контрибьютить. Это тоже одна из важных вещей. Да, нам можно контрибьютить. Окей, вопрос еще. Как происходит вычисление дивов между моделями для эффективного обновления UI? И мой вопрос, который я придумал, тоже пока смотрел в вашу презу, насколько это вообще перформанса, насколько это быстро работает, про это можно подсветить. Про перформанс, наверное, я отвечу. Тут, это, конечно, очень широкий вопрос. Есть цифры, например, у нас медианные значения рендера карточки, которая вот новости была на первом скрине, это у нас самая тяжелая карточка была, и на медиане это меньше, чем полфрейма, то есть там 16 миллисекунд. По сути, там нет ничего такого, чтобы по сравнению с обычной тюнной версткой тормозило, кроме разве что можно оптимизировать вложенность в юг. Но когда исследовали перформанс, я лично пришел к выводу, что вложенность особо ни на что не влияет, пока хватает памяти, поэтому мы этот вопрос пока закрыли. Ну, короче, вот на нашей практике применения перформанса хватает. Если вам будет не хватать, вы можете заводить баги на нашем гитхабе, приходить, жаловаться, возможно, мы попробуем починить ваш кейс, если он реально живой. Супер. Вопрос от Анастасии. Как строится навиграция? Как это устроено? Да. Так, а можно более конкретизировать вопрос навигации между чем и чем? Если навигация... Похожий вопрос, давай я даю. Точню, умеете делать переходы по экранам, открывать навигационный стейк, поднимать модальные экраны, вот такой вопрос. Ну, в общем, если коротко, наверное, то в дефеките сейчас нет такой сущности, как экран, и, соответственно, навигации между экранами. Если вы используете в своем приложении какие-то экраны, между которыми хотите переходить, это экраны дефекитовые, то навигацию нужно делать самому. Окей. Но в планах у нас есть создание вот всяких таких более высокоуровневых компонентов типа экрана. И, видимо, там навигация тоже когда-то будет. Еще вопрос. Два человека задали. Тоже интересно. Как работает загрузка? Как работают бесконечные списки пагенация? Как вы работаете с этим? Да, дозагрузка у нас есть. У нас есть определенный такой механизм, определенный вид экшенов, которые позволяют дозагрузить данные и применить их в текущую верстку. Как триггерить эти эти экшены? Ну, это вопрос В общем, можно это делать по-разному. Либо вот по кнопке еще, как написал телезритель Макс Болян. Либо у нас есть такой механизм visibility экшенов, то, что экшен вызывается в тот момент, когда какой-то элемент становится видимым. Например, мы можем сделать, что когда список подкручивается до последнего элемента, у нас триггерится загрузка последующих элементов. Да. Тут пропустил блок вопросов от Макса Котова. Такой вопрос. Пробовали подключать Live Preview к Xcode к этой всей штуке? Видно, для удобства разработки. Саш, ты можешь что-нибудь прокомментировать? Ну, в целом у нас Live Preview в проекте работает, но мне кажется, мы не пробовали его именно для DivKit. Я думаю, если обернуть DivKit в Swift UI, то Live Preview возможно заработает. Ну, по крайней мере, я технически не вижу никаких препятствий к тому, чтобы это работало. Это хорошо. Вопрос тоже несколько человек задает. Сформирую его так. Как думаете, какое направление дальнейшее развитие фреймворка и насколько он вообще продакшн-реди? сколько он использует в больших проектах? Ну, он продакшн-реди хотя бы потому, что он в Яндексе уже несколько лет используется в продакшн-приложениях крупных. Ну, то есть не нужно думать, что если мы его выпустили пару месяцев назад, то это какая-то новая штука. На самом деле мы его разрабатываем уже давно, просто это была такая внутренняя вещь, но мы вот решили его причесать и open-source-ить, хотя в продакшн-проектах используется достаточно давно. Я думаю, это исчерпывающе, что в Яндексе это используют в Лаве. Вопрос к Георгии. Есть ли поддержка анимации, каких-то транзишенов и насколько это расплатформено, если это есть? Да, у нас есть поддержка анимаций, несколько видов анимации переходов при переключении каких-то состояний, анимации нажатия на кнопки и анимации появления, исчезания элементов. Соответственно, это кроссплатформено и в Андроиде, и вебе. это работает на всех платформах. Еще вопрос. Есть ли какая-то возможность выставлять приоритеты констрейнтам динамических менять в самом коде в зависимости от самой вьюшки? В общем, вопрос про какую-то динамику изменения вьюшки на основе каких-то динамичных правов. У нас есть механизм переменных, то есть мы можем забиндить значение какого-то свойства на переменную и при изменении этой переменной вьюшка будет перестраиваться и вот новое значение браться. Вопрос из чата. Планируете сделать какие-то генераторы, JSON и шаблоны для Figma? То есть если у вас есть Figma, вы экспортилили? у нас это хороший вопрос. Как раз недавно мы начали экспериментировать на эту тему. Конкретно я этой задачей не занимался, но вот насколько я знаю прямо сейчас этот вопрос следуется и возможно что-то получится. Это вообще звучит идеально. Программистам ничего не надо делать больше. Я когда первый раз услышал, у меня такой вопрос появился вообще, если это будет хорошо развиваться, насколько нужны будут мобильные разработчики, может быть у вас появится подразделение DevKit разработчиков и как вообще вы обучаете людей верстать вот такой вопрос от меня. Я не думаю, что будет какая-то специальная такая профессия DevKit разработчик, потому что... Можно я ворвусь? Нет, в Яндексе действительно есть сервис, в котором нанимают прям DevEnders, у них есть свое название. Раньше очень переживали, что это внутренние технологии, а теперь когда он стал открыт, они все очень рады. Так что такой случай уже есть. Хорошо. Ну, в общем, основной смысл, наверное, в том, что все-таки DevKit это такая технология, которая позволяет как-то облегчить решение каких-то простых задач, но все равно очевидно, что абсолютно всякие сложные там варианты UI в DevKit сверстать не получится, и разработчики в любом случае нужны. Подсказывает, что мобильным разработчикам можно идти на бэк работать. Вопрос, я думаю, отвечали на него, но все-таки может какие-то детали добавить. Насколько тяжело, сложно интегрировать не все приложение на DevKit, а какие-то отдельные экраны? Насколько вообще, как думаете, имеет смысл ребятам использовать для нескольких экранов? Давайте я выскажусь. Тут как раз смысл в том, что DevKit по сути результаты рендера DevKit это UI View, и вы можете ее вставить вообще куда угодно. И плюс это еще работает в обратную сторону. Если вы хотите в какое-то место верстки DevKit вставить вставить в свою View, там вы как-нибудь супер-пупер анимацию критить или еще что-нибудь, или 6Qi вставку, все это возможно, вы просто в JSON вставите плейсхолдеры с ID-шником и потом по этому ID-шнику вставляете и DevKit вашу View, вставляет в свою иерархию, которую вы дадите ему. Мало того, я добавлю то, что на самом деле в Яндексе нет приложений, которые полностью на DevKit написаны, это всегда какая-то интеграция каких-то Viewшек на один экран, на несколько экранов. Давайте может немного отвернемся от вопросов, посмотрим, чем там Оля занимается. Да, спасибо. Я как раз на самом деле хотела прерваться, потому что я здесь уже наверстала шапку, здесь были неповторяющиеся элементы, поэтому я не стала использовать шаблон. А сейчас я буду делать галерею, которая здесь прокручивается. Здесь понятно, что это одинаковые штучки, я под них завела отдельный шаблон галере-карты под каждую. Чтобы иметь доступ к внутренним полям, у нас есть такие ссылки, они обозначаются значком доллара, и здесь я могу поименовать поле. То есть фактически я создала здесь свой диф галере-карт с двумя полями лого и title. Может быть, есть какие-то вопросы по повязке? Да, там задают вопрос, что лого в новбаре не по центру, но я так понимаю, это баг превьюхи на веб-эск, да? Это я просто еще не доверстала. Да, пока больше обширсов поверстки вроде нету. Сколько примерно времени прошло? Для этого минут 10, а у нас уже готовили половину грамма. Звучит очень хорошо. Давайте продолжим к вопросам, или Оля еще что-то прокомментирует? Ну, да нет, давайте дальше. Давайте дальше, да. Я бы к предыдущей теме добавил, что интеграция небольших мест, у нас, например, в умной каменере есть такое промо, это сплавающее окошко, там, либо когда-то первый раз камеру открыла, она показывает, что она может, либо когда какую-то новую фичу зарелизили, вот это промо тоже на Дивките сделано. Можно пробовать. Такой вопрос, Дивкит больше готов к отображению какой-то готовой информации, или в частности, например, можно ли реализовать какую-то сложную форму с импутами, потому что я услышал, что есть варианты данных внутри, но вот именно формы, где ты вводишь номера телефонов, день рождения реально ли реализовать на Дивките? Да, реально. Мы как раз недавно доделали новый тип элемента, называется Дивинпут, предназначенный для ввода какой-то текстовой информации. окей, следующий вопрос, есть ли вообще идея перевести это в разрез ноугода, чтобы это вообще было максимально просто интегрировать даже не мобильным разработчикам? Ну, ноу-код наверное нет, возможно у нас есть какие-то планы на более лоу-код решение, что ли, так сказать. То есть сейчас, как уже говорили, Дивкит рассчитан на создание каких-то вьюшек, которые можно куда-то вставить. мы планируем делать более высокоуровневые компоненты типа целых экранов и навигацию между экранами и возможно там когда-нибудь после этого будет более высокоуровневый компонент Дивкит приложение. Вот, но на данном этапе пока мы мне кажется достаточно далеки от каких-то таких ну-код решений. Окей, пойдет. Сразу несколько вопросов про accessibility, насколько это работает именно с accessibility, насколько поддерживается динамик шрифты. Я думаю вопрос от меня еще тоже продолжение, как работаете с локализацией. Вот, accessibility и локализация. Для accessibility у нас есть атрибуты, то есть в принципе то, что на iOS, на Android всякие вот эти accessibility description есть, это можно внутри Дивкита, внутри JSON-верски все прописывать. Вот, по поводу локализации в самом Дивките про локализацию ничего нет. Вот, то есть если вам нужно что-то локализовать, то вам нужно просто как-то по-разному формировать JSON. Я бы хотел сказать просто по этому поводу, что вот у вас есть, например, лента с юзер-контентом каким-то, понятно, что этот юзер-контент вы не локализуете, хоть у вас Дивкит, хоть нативный, хоть что угодно. Тут, так как это сервер тривен, он должен на сервере, то есть вы просто шлёлись к серверу. Ну, на самом деле есть варианты, можно, допустим, через переменные это разрулить, присылать, там, не знаю, несколько наборов данных, и там, при помощи... Ну, а то, если нужно на лицо язык переключать. Да, но это очень сильно усложнит сам JSON. Ну, это ещё и мало смысла имеет, потому что, когда меняешь локальный телефон, приложение же перезапускается. Это факт. Ну, можно, конечно, по-возу лайфхать, но, оно, кажется. Вопрос, несколько вопросов про то, как рассчитывается Див при изменении конкретных вьюшек, то есть, меняется ли вся UI-View именно в Дивките, или как-то отдельно отслеживаются изменения и это рендерится полным. Давайте я отвечу. Мы переиспользуем полностью иерархию. Если у вас не поменялась иерархия, поменялись только какие-то данные, то ни одного add-sabue не произойдёт. Окей. Окей. Вопрос, наверное, частично ответил, но если конкретный кейс спрашивают, где обрабатывается логику, когда кнопка активна, например, в случае заполнения полей или каких-то иных действий, это будет решаться именно в случае описанной или как-то по-другому. Так, можно ещё раз вопрос, я что-то не уловил. вопрос вопрос про то, как обрабатывается история про то, что если поменялось какое-то поле, например, ввели текст, и на основе этого должна по-другому отобразиться кнопка, где это будет обрабатываться, в JSON или как-то по-другому? А, да, я понял. Это вопрос, у нас есть вычисляемое выражение, то есть, допустим, вот у вас есть какое-то текстовое поле, вы там что-то поменяли, это значение ушло в переменную, и у нас есть такая сущность, как триггер, в котором можно пересчитать значение какой-то переменной, которое когда поменялось значение переменной, от которой он зависит. У нас есть там набор довольно большой набор функций для работы со строками, датами, числами, в общем, это все описывается в JSON. Понятно. Вопрос про то, можете ли вы рассказать чуть подробнее, как это работает на бэке, что делает бэк, есть ли какие-то может быть лайфхаки оптимизации? Да, давайте я отвечу. У нас нету какого-то готового сервиса внутри Дивкита, который вы можете запустить и у вас получится готовый сервер. У нас есть библиотеки, которые вы можете интегрировать в свой сервер, при помощи которых вы будете формировать JSON. То есть помимо какого-то серверного кода, который помогает формировать JSON, у нас ничего нет. то есть мы только отвечаем за то, чтобы вы могли составить JSON, который будет соответствовать нашей схеме, чтобы его клиент мог прочитать и отобразить. Вопрос такой тоже более частный. Есть ли возможность как-то завязать дата source или делегейт, чтобы именно тимплейт приходил сервера, а именно данные уже из какой-то внутренней логики из приложения добавлялись? Ну, теоретически такое возможно, да. То есть divkit, вот если простым языком, это такая штука, которая на входе, ну, если говорить про клиентскую часть divkita, которая на входе берет JSON, а на выходе формирует вьюшку. Вот. И как будет сформирован этот JSON, уже ваше дело как разработчик. То есть вы можете брать какие-то шаблоны, да, и в них подставлять какие-то данные. Такой подход возможен. Вот, но ничего дополнительного тут divkit не предлагает. Окей. Хотелось можно я немножко переключу на себя внимание. Я некоторое время не могла понять, как тут сверстать, оказалось, что все эти блоки у них ширина 64, но только до одного вот этого, потому что длинное слово вакцинация, ширина 70 отдельно. И я ее именно в этой карточке переопределила при использовании. Остальное все зашит в шоу, Владимир. То есть это можно переопределять. Все достаточно гибко. Я понимаю, остается вообще ничего. Это последняя нижняя таблица, которая судя по всему выглядит как один компонент, который переиспользуется. Ну, почти, да, вот это немножко сложнее. Окей. Продолжаем вопросы. Как раз тут немножко прилетело от ребят. вопрос такой. Как работает каширование например картинок и в втором вопросе из этой серии тестирую любые на каких-то больших объемах данных. Например, приводить пример таблицы с большим количеством строк. Так, по поводу каширования. Ну, если говорить про каширование картинок, то у нас внутри Дивкита есть там уже готовый какой-то имидж лодер, который умеет кашировать картинки. Если говорить про каширование данных JSON-а, то сейчас внутри самого Дивкита это не предусмотрено. то есть вообще сейчас внутри Дивкита довольно мало таких инфраструктурных вещей, как работа с сетью, каширование, это больше ответственность приложения и каширование оно, на мой взгляд, как-то очень сильно зависит от того, что это за приложение, какая у него логика. Тут вряд ли может быть какое-то такое универсальное решение на всех. Вот, а вторая часть про что была? То, если, например, много строчек текста или какая-то таблица, будет там как-то обновляться это все. Ну, как вот уже Саша говорил, у нас переиспользуются вьюшки, если иерархия не меняется, то нет никакой проблемы. Я бы, кстати, еще в разделе в вопросе про перформанс забыл упомянуть, что у нас благодаря LayoutKit есть возможность Layoutить в фоне. у нас, ну, естественно, в IOS это давняя сложная задача сделать нетормозящий фид. SwiftUI, как мы выяснили, уже особо пока не смог научиться решать. Вот, мы решили тем, что вот эта наша верстка, которая LayoutKit, она умеет преподсчитывать свои Layout и работать многопоточно. то есть там не используется якин при расчете размеров текста, ну, а текст это самый сложный элемент, который нужно считать. Вот, за счет этого можно очень сильно выиграть, если в фоне посчитать Layout, это вам немножко удлинит время загрузки, но при этом даст гораздо меньше лагов на Мейнтреде. Вопрос про версионирование. Как вы будете подходить к тому, что если появится какие-то новые элементы, а это уже выпущено приложение, если там надо опишку поднять, как это работает у вас? Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появился какой-то более-менее полноценный симвер, вот, потому что его у нас не было, у нас вообще сейчас релизы, релизный цикл такой, что мы регулярно раз в неделю выпускаем релиз сразу на всех платформах, и у нас апается мажорная версия. Вот, мы сейчас хотим как-то лучше отслеживать реальные изменения в API, чтобы это версионирование соответствовало семверу, семантик вершининг, и чтобы действительно изменение мажорной версии означало появление каких-то ломающих изменений внутри библиотеки. Вопрос про... А, нет, давайте продолжим. Жмем угод проверивания разрабатывания. Вы стараетесь обновить дефкид и само приложение, или только дефкид, или вот как отработает? У тебя что-то со связью было, я первую часть не расслышал. Да, давайте еще раз, у меня тоже появилась эта плашка. Смотри, если у вас в реальных проектах это используется, и как вы работаете с тем, что у вас и приложение разрабатывается, и дефкид разрабатывается, вы обновляете приложение после ломающих изменений дефкида, или как это работает? Ну, у нас есть несколько приложений, которые используют дефкид, какие-то обновляют дефкид достаточно редко, и для них это большей болью является, потому что накапливается много изменений. Некоторые приложения, ну, например, там, поисковые приложения Яндекс, Яндекс.Браузер, у нас с ними релизный цикл, он такой согласован, то есть они каждую версию по расписанию тоже забирают, обновляют, и так как часто обновления, то проблем с несовместимостью обычно не возникает. Окей. Вопрос несколько человек задают про тестирование, как вы все это тестите, каких-то регрессных историй, как это работает. Да, про тестирование, ну, во-первых, тут надо разделять тестирование карточек, вот, когда мы их разрабатываем, то, чем сейчас Оля примерно занимается, для этого есть плейграунд, то есть мы можем писать какой-то JSON, сразу видеть, что там на выходе получается. Вот, и второй момент, это уже тестирование самого DevKit. У нас есть несколько видов тестов, у нас есть обычные регресс-тесты, которые тестировщики прогоняют перед релизом, то есть набор каких-то JSON-ов и описание к ним тестировщики смотрят, все это функционально смотрят, чтобы ничего не сломалось. Также у нас есть снапшот-тесты, это какие-то примеры верстки, с которых снимаются скриншоты и сравниваются с эталоном. Это мы вообще запускаем на каждый полреквест, и если что-то ломается, то сразу видим. Также у нас есть сравнительно новая технология, это интерактивные снапшот-тесты, то есть это такие же снапшот-тесты, но при этом между снятием последовательных скриншотов выполняется какое-то действие, например, нажатие на кнопку или еще что-нибудь. Я немного Олю больше скажу. Наверное, хотел чуть-чуть потихоньку подходить к концу. Я так понимаю, ты уже расставишь последнюю часть. Возможно, нам не стоит делать бейджик именно, потому что кажется, это сложно, но табличка уже практически готова. Да, уже практически готова. Здесь я могу показать... Шаблон накидал, да, вот я думаю, можно рассказать чуть-чуть. Могу показать, что я использовала отдельные шаблоны для каждого кусочка вот этой строки, отдельный шаблон для картинки, текста и стрелочки, чтобы потом переиспользовать, когда будет с бейджиком. Их переиспользовать, собственно. Здесь в шаблоне карточки я ссылаюсь на шаблоны иконки и текста и здесь уже приопределяю, ссылаюсь на картинку. У меня получается такой сборный шаблон из нескольких. Собственно, так мы чаще всего и делаем, когда дизайнеры что-то верстают, мы разбиваем дизайн на маленькие кусочки, можно на самом деле немножко поговорить в сторону дизайн-системы, если она у вас есть, то ее очень легко переводить в дивы, потому что берете прямо те желания, которые в дизайн-системе, заводите все шаблоны и переиспользуете. Плюсы того, что у тебя сразу вся дизайн-система будет на сервере. Ты можешь обдейтить сразу на все клиенты. вот сейчас еще одну игночку добавлю. Я бы хотел еще отметить, что эта часть темплейт, она часто может быть больше, сама карта, и можно неплохо оптимизировать получение ответа, если темплейты кэшировать и с сервера слать только карточку. соответственно, единственное, тебе нужно хранить признак, что у тебя есть темплейт, и слать его на сервер, и сервер будет понимать, что у тебя нужная версия уже есть, и слать только небольшую часть ответа. Как раз вопрос в чате по похожей тему, насколько реально это миксовать какой-то локальный контент, контент сервера, я так понимаю, это дает самоводку разработчику, и можно там JSON подменять, да? Например, какой-то там скелетон условно-хранительный клиент, а уже все, что приходит с бэка, отрисовывать. Да, мы часто, в принципе, так и делаем, мы заделываем на будущее что-то делаем на дивах, но сервера ничего не шлем, а используем только локальный JSON. Если у нас какой-то апдейт дизайна, вот тогда уже начинаем слать. Окей, это понятно, вопрос такой больше про будущее, насколько вообще далеко идущие планы по дальнейшей разработке, да, хотели бы вы в итоге прийти к реальному универсальной API, когда вы на основе запросов пользователя адресовываете вообще любое приложение Яндекса благодаря в Киту. Мы там вначале обсуждали вопрос про плавовые гайдлайны, мне кажется, это уже не будет им соответствовать. Но если вот именно настолько глобально. В библиотеке куда вы хотите двигать, какая у нее там ступень развития, эволюция и вот это вот все. Наверное, Оля лучше всех прокомментирует. Да, у нас на самом деле у нас действительно есть планы на то, чтобы развивать в сторону большей автоматичности, то есть, например, дизайн из фигмы это первый шаг, и мы уже на самом деле немножко закидывали удочку в сторону ML, вот, может быть, можно будет закидывать картинку прям своего интерфейса и тебе отдается дивный JSON в наше будущее. Звучит вообще как магия. Продолжаю вопросы из чата задавать пока последние минутки уже доверкивания. Кстати, та про ML, наверное, GPT-3 какой-нибудь, который бы верстал, это было прикольно за вас все приложение. Но вопрос из чата. А как вы подразделяете темные светлые темы, если специально заведены какие-то ключи для этого, или это просто опять-таки признак, который клиент сообщает серверу и он дает другой JSON? Давайте я отвечу. Или Паша? Что, Паша хочешь? Могу я, да. Ну, тут есть несколько вариантов. Первый, то, что действительно с сервера может приходить разная верстка, но есть недостаток в этом подходе, то, что там могут быть какие-то закешированные данные сервера, пользователь уже поменял у себя тему в телефоне, а JSON стар отобразился. Можно использовать переменные, так как мы используем в своих приложениях, то есть сервера присылается палитра в виде комбинации двух цветов для каждого элемента, который нужно подкрасить, и уже на клиенте выставляются нужные переменные, то есть если тема темная, то мы берем набор темных переменных, если светлая, набор светлых, вот так это работает. Окей, я вижу, у Оли получилась уже карточка сообщения готовая. Такой вопрос, может ли DiffKid заменить полностью самостоятельно какую-то бизнес-логику приложения, то есть словно, чтобы само приложение это была по сути bridge для показа DiffKid то есть готов ли он сейчас какие-то сложные вещи делать, может быть он любит подписки, может быть подписки как-то реализовывать с помощью DiffKid ну это зависит от сложности бизнес-логики то есть в DiffKid у нас есть некоторые элементы интерактивности ну в первую очередь это переменные про которые много раз уже упоминалось вот есть всякого рода экшены есть интерактивные элементы которые позволяют переключать состояние есть поля ввода есть слайдеры вот если там для какого-то конкретного приложения вот этой функциональности хватает чтобы покрыть всю бизнес-логику то наверное да если чего-то не хватает то нужно писать поверхность в KID окей такой вопрос уже больше про AtomSource часть знаете ли вы сейчас сколько работает реальных не яндекс ских приложений вместе с DiffKid как-то вы трекаете сколько вообще пользователи пользуются им насколько широко используют проект если это не идеи ну у нас не встроено никакого механизма слежения нашими пользователями вот в сам DiffKid то есть мы не можем технически узнать сколько там сейчас сторонних разработчиков интегрировали в библиотеку вот ну и у нас на самом деле нету какой-то достоверной информации что кто-то его уже использует ну как бы к нам идут вопросы периодически есть косвенные данные по скачиванию библиотеки без дориев вот сколько форков там и так далее в андроиде в мавине там подсвечиваются сколько раз использовали твою зависимость в основном такие косвенные данные собственно я закончила верстку немножко тут поправила по центру то что меня замечали ну дальше уже не буду наверное да дальше техника просто доделать элементы да в целом понятно что тут еще Pixel Perfect впереди но основа уже есть ну считай за полчаса у вас получился прям целый экран я думаю даже на том же самом Swift я это бы дольше наверное было бы последний давайте тогда вопрос прежде чем вам отпустить можно ли будет через контрибьют ваш опенсорс попасть в Яндекс ну нужно смотреть на какой-то контрибьют я думаю это точно будет каким-то плюсом и мы на самом деле еще подумаем сейчас о том чтобы сделать какой-то мерч может быть хотя бы подарить подарки за контрибьюты ну да надо отметить что собеседование в любом случае проходить придется какие-то но это действительно может быть большим плюсом окей давайте тогда всем чатиком похлопаем ребятам и за выступление за то что вообще сделали такую классную штуку которая очень может кому-то облегчить жизнь я предупреждаю не расходитесь пожалуйста у нас еще квиз и зовите всех тех кто ушел вот давайте похлопаем ребятам поблагодарим за то что побыли с нами поточили на вопросы поверстали в лайве давно такого формата не было вот спасибо вам еще раз и я наверное передаю слово Никите который будет вести квиз спасибо 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 все супер много вопросов спасибо спасибо